Работы Майбриджа были опубликованы в 1879 году и привлекли определенное внимание публики. Французский физиолог Этьен-Жюль Море, по примеру Майбриджа, также использовал фототехнику для исследования движения животных. Если Майбридж использовал множество фотокамер, чтобы делать серии снимков, то Море изобрел для этого единое устройство. В 1882 году он разработал фоторожье, которое позволяло снимать со скоростью до 12 кадров в секунду. Фоторожье снимало на вращающуюся восьмиугольную пластинку, которая для каждого нового кадра поворачивалась на определенный угол. Поэтому такие снимки накладывались на один кадр. В итоге получалась одна картина с несколькими фазами движения объекта съемки. Море придумал для этого специальный термин — хронофотография, которым можно описать фотосъемку какого-либо объекта через короткие и равные промежутки времени. К термину хронофотография можно отнести не только серийные фотографии Майбриджа, но и работы других фотографов, которые снимали задолго до Море и Майбриджа. Однако причислять эти опыты к истории кинематографа можно весьма и весьма условно. Причины, по которым фотограф делает не одну, а серию фотографий, могут быть разные. Самое очевидное — это получить возможность выбирать наиболее удачную из полученных фотографий. Французский фотограф Жан-Франсуа Антуан Клоде, например, во время французской индустриальной выставки 1844 года, делал множественные фотопортреты, фотографируя одно лицо с разных ракурсов. Никакого практического смысла такие снимки не несли и делались просто ради забавы. Кроме того, Клоде увлекался стереоскопическими снимками. Другие фотографы, как, например, английский фотограф Фрэнсис Герб Уэном, делали последовательные фотографии, чтобы создать движущиеся картинки. Однако создавались такие фотографии с помощью одного аппарата, и фотографируемому человеку приходилось для этого долго позировать. Затем на основе таких снимков создавались рисунки, которые можно было оживить с помощью различных устройств — фенокистископа, кинематоскопа, зооброксископа и других подобных. Однако эти изобретения можно отнести скорее к истории анимации, чем кинематографу. А вот фоторужье Тиена Жюля-Маре можно назвать одним из первых устройств, которое упростило и удешевило последовательную съемку, что открыло дорогу к разработке более совершенных аппаратов для фотографов, а также к появлению принципиально новых устройств. Появление гибкой пленки позволило создать аппараты, подобно фоторужью Маре, которые снимали изображения уже на отдельные кадры, как кинокамеры. Кстати, Маре также усовершенствовал свое фоторужье, чтобы снимать на бумажную пленку, но это уже другая история.